всем привет решила сегодня сделать очень вкусный салат салат называется французский он очень простой но в то же время не имеет неповторимый вкус его можно выкладывать и слоями в салатник а можно просто все перемешать также его можно сделать постным просто-напросто не добавлять допустим некоторые ингредиенты которые вы не употребляйте в пост полный список всех продуктов которые нам понадобятся вы найдете внизу в описании к этому видео как всегда в инфобоксе я буду использовать для выкладки вот такое разъемное кольцо его можно расширять сужать купила на алиэкспресс ссылку на него обязательно оставлю внизу луковицу нужно мелко порезать и ошпарить кипятком или просто заливаем кипятком и пока мы будем нарезать остальные ингредиенты лук как раз получится именно такой какой нам и нужен без жжения и неприятного привкуса яблоки натрем на крупной терке можно снимать срезать кожуру можно оставить и так как есть морковь тоже натрем на средней или мелкой терке натрем сыр и вареные яйца сливаем кипяток с лука майонез я поместила в полиэтиленовый пакет и вот здесь сейчас отрежу кончик для того чтобы делать майонезную сеточку это очень удобный способ я думаю многие из вас знают и первым слоем выкладываем ошпаренный лук выкладывать продукты слоями будем из такого расчета что каждый слой у нас будет повторяться два раза то есть вот еще на один раз остался лук вторым слоем у нас пойдет натертое яблоко опять майонезная сеточка слой яиц майонез после яиц у нас идет слой моркови тоже половинку оставлю еще на второй слой опять майонез и опять каждый слой повторить по порядку лук яблоки яйца морковь и завершить все эти слои весь этот салат верхний слой из сыра посыпаем как следует последним слоем сыра я уже представляю как как это все вкусно как красиво получится и еще мне хочется зеленью присыпать сверху для красоты тоже для вкуса ну вот и все салат готов салат французский очень нежный очень простой но он просто неповторимо вкусный можно еще немножечко ему дать пропитаться в холодильнике но мне уже не терпится посмотреть что у нас получится и вот он какой посмотрите какие слои замечательные вот он какой получился можно даже сказать праздничный уже хочется скорее подавать его на стол если мы исключим из этого рецепта яйца то можно его считать постным не знаю сыр можно ли в пост употреблять в принципе вместо сыра если вы поститесь можно применить сыр тофу он сделан из соевых бобов поэтому он считается постным поэтому вот исключите яйца замените сыр сыром тофу и вот пожалуйста постный рецепт но если этот рецепт вам понравился или вы уже возможно такой готовили знаете этот рецепт ставьте лайк подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить следующие видео а я желаю вам приятного аппетита и самое главное здоровья всем здоровья крепкого всем пока и оставайтесь со мной